Привет, друзья, с вами Антонов, это новости ММА, и сегодня вы узнаете, что Мага Исмаилов спросил у Хабиба в новом интервью, почему Минеев винит Исмаилова в затягивании боя, кто заменит выбывшего Чимаева, UFC нашли замену, а еще Петр Ян газует на Стерлинга, и Сонен обвиняет полусредневесов в трусости. Приятного просмотра будет интересно, а мы начинаем. Владимир Минеев пока не подписал контракт на бой с Магой Исмаиловым, но заявил, что с его стороны нет никаких вопросов сделать это в любой момент. Свой недавний выпад в адрес Исмаилова Минеева объяснил тем, что хотел просто спровоцировать соперника на очередное публичное извинение, чего в результате он и добился. Вот что он рассказал в Спорт24. «В ближайшую неделю я точно обои не подумаю, сейчас у меня есть более важные дела, а потом... Да, я все время тренируюсь, и даже когда сплю, тренируюсь, когда еду куда-то в общественном транспорте. Тренироваться это не значит, что нужно делать физические нагрузки. Тренироваться ты можешь ментально, а к этому противостоянию я готов». К предстоящему поединку, предварительно запланированному на сентябрь, Минеев собирается готовиться в Дагестане. Он говорит, что с ним официально еще не заключили контракт, а все проблемы с затягиванием поединка имеется в виду, приписывает магия Исмаилова. Напомню, что они провели свой первый бой в 2018-м, и тогда поединок завершился в ничью. Хабиб Нурмагомедов рассказал, что работает вместе с Голливудом над фильмом, а своей карьере планирует завоевать Оскар. Давайте послушаем его слова. «Я сейчас работаю над моим документальным фильмом. Где-то полтора года надо. Мы хотим выиграть Оскар. Не просто 20 минут снять и закинуть. Работаем вместе с Голливудом. Скорее всего, выйдет сразу в кинотеатрах. Это же нормальная история. Парень с гор стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Не проигрывал». Несмотря на заявление о завершении бойцовской карьеры, Хабиб все еще чемпион UFC. Кроме этого, он заявил, что Конор никогда не вернет сильнее. «Нельзя быть два раза на пике», — говорит Хабиб. И я отмечу, что следующим соперником Конора Макгрегора, судя по всему, станет Дастин Парье. Бойцы согласны провести третий бой в начале лета. Также он не обошел, я имею в виду Хабиба, стороной Тиму с Туни Фергюсоном. Заявил, что вернулся бы для боя с ним, но не считает его элитным бойцом. А еще интересно рассказал о весе. «Я просто зашел туда, и все, с гонкой веса прошла хорошо. Одна из лучших, лучшие были в других боях. Это тоже было трудной, но одной из лучших я очень хорошо набрал. Набрал около 10 килограммов. На взвешивании я был 70 килограммов, а в день боя почти 80. Я чувствовал себя очень хорошо». Не ясно, улучшило ли прибавление веса его показатели, однако результаты говорят сами за себя. А еще Орел сообщил, что страдал от эпидемического паратита перед боем с Жастином Геджином UFC 254 и показал даже фото. Полное интервью Хабиба, кто не смотрел, можно найти на канале Маги Исмаилова. Обязательно посмотрите, как мне кажется, это одно из лучших интервью Хабиба. В конце февраля, напомню, пройдет еще одна встреча Хабиба с Даной Уайтом, и мы будем следить за ситуацией, чем все закончится. Билал Мухаммад выйдет на бой с Эдвардсом вместо Чимаева. Как сообщает Испен, они встретятся на турнире UFC Fight Night 187, который пройдет 13 марта. Наконец-то определился соперник для Эдвардса. До этого бой Эдвардс с Чимаевым срывался аж три раза. И у Эдвардса, и у Мухаммада за карьеру 18 побед и три поражения, одинаковые результаты, достойный будет бой, в любом случае это интересно. Эдвардс заявил, что хочет встретиться с бойцом уровня топ-5, но в результате сразится с Билалом Мухаммадом. Американец расположился на 13-й строчке рейтинга полусреднего дивизиона. Хамзат Чимаев, в свою очередь, проходит реабилитацию после тяжелой формы коронавируса. UFC позаботились о его здоровье. Петр Ян показал, что сделает в бою с Алджмейном Стерлингом. Он планирует с максимальной жесткостью расправиться со своим визавием. И опубликовал фрагмент видео, где он мощно работает в теле граунд энд паунд, локтями вколачивая голову тренировочного манекена в канвас. Алджи, конец, гласит текст сообщения. В то же время Стерлинг учит русский язык и делает кое-какие успехи. Петр очень опасен. Это видно не только по боям, но и по тренировкам в том же Tiger Muay Thai, где он раньше тренировался. Потому как он работает, какой арсенал его ударов, я сразу понял, что у него большое будущее в спорте. Стерлингу надо подойти ответственно к поединку, если он хочет победить. Петр будет защищать титул чемпиона в легком весе, который завоевал летом прошлого года, одолев Жозе Альдо. В 16 предыдущих боях Ян одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Напомню, друзья, поединок Петр Ян Алджмейн Стерлинг возглавит карт турнира UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта. С нетерпением жду этот бой. Петру удачи. И идем дальше. Чил Сонен раскритиковал полусредний дивизион UFC. Он видит ситуацию так, что ребята не хотят драться друг с другом. Послушайте его слова. Полусредний вес сейчас немного озадачивает, заявил Сонен в интервью Хеливане. Эти парни должны встать, приступать к работе и быть активными. Я не знаю, чем все они занимаются. Они все испугались Хамзата Чимаева. Они не хотят это признавать, но это так. На их счастье Чимаев выбыл на какое-то время. Вы ребята бойцы или нет? Сонен призвал бойца у полусреднего веса UFC к совести. Ребята, вы бойцы или как? Это смешно. Они просто боятся Хамзата Чимаева. Не хотят это признавать, но это так. Забудьте про ваши страхи и начните драться, заявляет Сонен. По словам аналитика, топовые представители дивизиона не проявляют активности. Хотят драться только за титул. Друзья, спасибо за просмотр. Если вам нравятся мои мысли, мои новости, которые я рассказываю, то подписывайтесь и смотрите каждый день. Будем расти вместе, узнавать много интересного и нового. Будьте здоровы. До скорых встреч.